всем привет сегодня разбор квартиры а точнее планировки этой квартиры из пинтерест и это особенная квартира во первых она выполнена не в традиционной техники пинтереста а именно она не в 3d это просто планировка в плоскости а второе это хрущевка так нам знакомая всеми не очень любимая и тем не менее миллионы людей живут именно в таких квартирах поэтому я взялся ее разбирать поехали а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании у меня бабушка примерно в такой жила поэтому мне будет особенно интересно разобрать эту планировку придумать что же можно с ней сделать и так заходим в квартиру и попадаем в микроскопическую прихожую но оно и понятно это же хрущевка и всегда возникает вопрос а где же вешать одежду и в этом варианте от студии дениса не буду называть фамилию вопрос решен следующим образом шкаф поставлен в угол комнаты заходим раздеваемся проходим дальше ну как бы вроде бы ничего вопрос как-то решен единственное что комната из-за этого приобрела не очень правильную форму и это на мой взгляд не очень симпатично идем дальше дальше у нас диван напротив телевизор вроде бы все логично идем дальше рабочее место напротив окна и она занимает самое нарядное самое парадное место на мой я считаю что это не очень хорошо отдавать под рабочее место вот такое самое классное место в квартире самое освещенное самое нарядное ну рабочее место это что такое это какая-то поверхность с какими-то ножками стол на котором стоит ноутбук бумаги валяются вот как у меня сейчас тут на столе в общем-то не сказать что это очень красиво это только на фотографиях в каком-нибудь пинтересте все красиво расставляет фотографирует а через пять минут там опять хлам ну что я вам рассказываю посмотрите на свои рабочие столы вы все поймете заходим дальше микроскопическая кухня и стол опять прижатый к стене то чего я ненавижу ну а дальше есть еще две комнаты одна по всей видимости это детская вторая это спальня родителей интересно разделен разделенные между собой так чтобы шкафы получились и той и с другой стороны к слову сказать у дениса очень много вариантов он здесь разработал есть варианты которые с одной спальней и на мой взгляд все таки вот если мы говорим про дизайн да и про организацию пространство вот эта квартира на мой взгляд для семи из трех человек вообще никак не подходит хотя у меня был в практике разбор такой планировки и мы делали именно для семьи то есть где есть ребенок вот и где есть родитель был такой опыт так вот что я думаю по этому поводу как можно организовать это пространство начнем со входа то есть во первых я считаю что должна быть какая-то штуковина где мы могли бы раздеться да но и как только мы ее здесь поставим это значит что мы на стену повесим одежду которая каких-то разных цветов будут стоять ботинки и все такое прочее я этого не люблю в дизайне я считаю что дизайн случится только тогда когда у нас будет порядок а хаотично висящие вещи разбросаны шапки шарфы это не порядок поэтому мое предложение такое гардероб сделать в этом краю тем более здесь окна нет как комната без окна вообще сложно себе представляю но хотя бы даже для проветривания то есть можно конечно но лучше так избегать таких вариантов вот я бы сделал вот так вот гардеробную с одной стороны глубокий шкаф под одежду с другой стороны узкий шкаф под обувь шапки шарфы перчатки сумки и прочее вот здесь бы поставил стену вот таким образом то есть мы зайдя в квартиру заходим в общую комнату снимаем ботинки проходим и вот все расставляем там в прихожей неудобно да неудобно но что делать хочешь дизайн хочешь порядок нужно с чем-то смириться здесь вот именно такой вариант но зато мы избавляемся вот от этого шкафа и получаем большое чистое пространство вот эту диванную грубую группу я бы оставил так как есть а вот стол обеденный я бы поставил вот сюда я бы поставил его напротив окна поставил бы четыре там ну или два стульчика как вам удобно как захотите кухню увеличил с помощью того что можно было бы уже поставить некое подобие острова вот сюда вот каким-то таким вот образом я бы постарался сделать в общем здесь над чем еще подумать но есть такая возможность и и вот увеличить может быть отсюда вот так вот убрать вот поставить ее вот тут линейный подоконник частично задействовать еще в хрущевках я знаю особенно те которые из кирпича есть так называемые холл вот эти знаете холодное под подоконником пространство называется тещин холодильник вот я тоже с такими сталкивался это тоже место для хранения особенно там овощей особенно зимой дальше то место которое у нас освободилась в комнате мы запросто можем использовать под красоту и поставить какой-то вот такой вот предмет мебели там серван секретер там ну или что то такое там можно хранить посуду книги а можно еще центральную часть сделать вот так откидывающийся и там будет рабочее место когда надо откинули сели сидим работаем гости пришли закрыли и мы не видим этого рабочего места у нас есть какой-то красивый предмет но если вы на рояле играете или на пианино сюда можно здорово поставить пианино пришли гости вы сели играете на пианино ну здорово же сюда цветочек можно поставить сюда кон декорчик и композиция у вас выстроиться сама собой но красота же а спальню очень просто сюда шкаф спальню сюда кровать вот пожалуйста квартира у нас и построилась что скажете дорогие зрители пишите в комментариях что думаете по этому поводу но на этом все ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал всем пока да прибудет с вами муза